Добрый вечер, друзья, товарищи, любители спорта и легкой атлетики в частности, потому что наш сегодняшний гость в подкасте PSG, а я напоминаю, это не про футбол, это не про суперзвезд мирового футбола и французской лиги, и даже не про арабские деньги, это про выстраданную настоящую историю боли. И вот этот вот гость псих, сумасшедший, я его называю так, мой приятель из города Кемерово, который может стартануть сейчас и финишировать неизвестно когда. Да, Вася Корыткин, Вася, здорово, дорогой, мы с тобой периодически пересекаемся не только в Кемерово, но и в других необъятных уголках нашей родины, и постоянно на теме какого-то определенного бега. Как вообще ты в целом, в общем и целом? Да, в общем и целом-то нормально, в принципе, да. Ну ты не стесняйся, если есть, например, какие-то в данный момент истории, которым ты хочешь поделиться, ты можешь сказать, например, я сейчас прямиком на вот этом стуле оказался с соревнований. Ну да, с томского марафона Терра Сибири. Терра Сибири, название, да? Да, забегом. Да, стоит, короче, отметить, что сейчас мы снимаем 5 сентября, получается, 4 сентября, ну все, поплыв, 4 сентября, воскресенье, старт в Томске, ты стартанул, ты пробежал. Ну у меня тренировка была. Легенькая тренировка. Ну не легкая, а темповая тренировка, то есть тренер дал задание, почему не сбегать. А мы напоминаем, что ты по-прежнему работаешь с Леготиным, с Анатолием Николаевичем, работаешь, который готовит тебя к различным твоим невероятным, огромным стартам. Ну человек тоже достаточно опытный, он же уже, ну сколько, ну много людей воспитал, бегунов на выносливость, самые яркие, кто вот его, скажи. Да, мне кажется, Ольга Веселкина. А братья Рыбаковы? Нет. Они у него не тренировались? Да, они у Фригина тренируются. А, понятно, до сих пор всегда. Ну то есть, ну Веселкина, да, то есть достаточно тоже такая неплохая девочка была. Ну так, видишь, я с Николаевичем, сколько он, два года где-то. Ну комфортно устраивать, да, все? Ну да. Да и просто ты, наверное, машины еще, которая вывозит все работы, которые он дает, потому что я тебя знаю. Ну не все, конечно, иногда все равно на доле лени присутствует, там, где-то себя чуть-чуть там поджалел, где-то наоборот перепахал. Ну такое есть. По-всякому бывает, да, то есть, ну в общем и целом, ну баланс инь-янь на хоэ. Ну да. Как же такой баланс? Ну слушай, ну у тебя же вообще, то есть если по факту кто-то тебя знает, кто-то может быть не очень, и возможно те люди, которые посмотрят, будут знать, у тебя вообще феномен достаточно интересный. Ты уже возрастной человек, который утром проснулся такой, о, легкоатлетом хочу стать внезапно, и начал бегать внезапно, да? Ну типа того, да. Вот, а в каком году началось все, скажи? Ну началось все в 20-м году. Вот в 20-м году до этого я давным-давно закончил свою карьеру, а я напоминаю, что я 20 лет занимался лёгкой атлетикой своей никчёмной жизни, вот, а сейчас мой любимый звук. Ты же вспоминаешь ностальгии, это всё. Да-да-да, это так. Но и получается, что до этого у тебя любительские занятия, может там что-то было? Я влебовым занимался, мне нравился влебовым прыгать, бегать там. Но далеко не убежишь там, да? Ну, с моим-то ростом, ну со своим ростом я до кольца головой достал. Ну, так ты хорош. Да, прыжок был у меня хороший, но, как говорится, нету роста. Но, как оказалось, что помимо прыжка у тебя ещё и бег оказался в наличии, да? Ну, как-то, знаешь, наверное, с 17 до 19 я бегал. Ну, я не скажу, что я там занимался профессионально. Мне просто было делать, что-то любительское такое было? Ну, чисто, знаешь, попросили побегать там, косарёк там, ну, за 2,28 бежал косарь. Ну, слушай, ну, это такое, типа, в том возрасте, да, ставьте лайк, если вы знаете, что это такое. Ну, 17 лет... Гроссмейстерский рубеж для 17-летнего пацана всё-таки. Ну, быстрее не бежал. Ну, а быстрее, наверное, и не надо было пока бежать. Ну, хрен знает. Пару лет позанимался, ну, как-то занимался так. И в 20-м году как-то совершенно внезапно ворвался в мировую общественность ультрамарафонов, сверхмарафонов с двух ног, получается, да, Вась? Да, как будто в прыжке в двух ног. Не, а почему вот именно что сподвигло, реально? Вот ты просто проснулся и такой... Да нет, слушай... Хочу таксистом стать, да? Да, действительно, ну, такая история интересная, что на турнире порвал связку, ну, прыгнул на волейбол на блоке, всё, приземлялся, и мне... И чувак одновременно приземлялся, и мне на ногу так приземлился, ну, и связка. Он благословил тебя на лёгкую атлетику. Да, он говорит, я благословляю, чеши, хорошего волейбола играть. Ну, и всё, и боязнь появилась возле сетки, ну, что-то ей как-то надоело. Думаю, восстанавливался как раз связки. А почему выбрал именно вот это? Почему там, например, там не Степль, не 800, не 400, например? Скучно. Скучно? Конечно. А не скучно бежать непосредственно сутки? Ну, нет. Много мыслей, да? Да, там есть о чём подумать, так сказать. Ну, слушай, ну, это получается так, если твои заслуги послужены, ну, ты реально, ты вообще, ты железный человек, ты невероятный тип вообще какой-то, ты победитель чемпионата России в суточном беге, в суточном, в суточном беге. То есть, вы понимаете, что начался день, Вася побежал, день идёт, вы пришли с работы, Вася бежит по-прежнему. Вы ребёнка из Садикова, из школы дождались, Вася бежит. Вы посмотрели вечером, я не знаю, там, фильмец Лимит. Да, что-то, да, какое-то, посмотрели ментовские войны, Вася бежит. Вы легли спать, ты бежишь. Ну, да. И получается всё. Ну, а зная как бы меня и вот эти темы, там уже всё-таки, как бы это для людей может быть ужас, сутки бежать. Всё-таки какое-то время на отдых, на восстановление даётся. Используй его как хочешь, да. Тебе 2-4 часа дали, вот. Делай, что хочешь. Да, ты можешь просто остановиться, лечь спать и всё, я 2-4 часа проспал. Вот так я выступил, да, в этом. Да, ну, а если ты хочешь добиться результата, тебе придётся бежать и бежать, то есть без остановок. Ну, или там есть такой момент, что ты выбрал темп, нарисовал им всем, ну, много. Ну, нарисовал ты им всем шестёрку и можешь, типа, потом просто лежать, чилить, ждать, например, своих соперников. Приближаются они или не приближаются, тактика? Да, типа, да, ну, можно и потом не встать. Получает, ну, так, да? Кто-то с темпом ошибается, и потом смотришь с палатки, ноги вот так торчат, там, спустя 12 часов. Ну, по-разному бывает. То есть, это... У тебя успешно, то есть, ты подошёл к этому и всё, и разнёс их с первой попытки всех, да? Да, мы как бы вот с осени, в 2020 году, мы с осени начали заниматься с Николаевичем. И, ну, и так плотно прям занимались до весны. Ну, и сразу как бы пробежали по МСМК. Нормально, то есть, передо мной сидит очередной мастер-спорт международного класса. У меня спортивных гостей уйма было. Просто кто-то заслуженный мастер спорта, кто-то там, допустим, мастер спорта. Вот МСМК очередной. Ну, мне ещё мне не присвоили. Но, тем не менее, а ты знаешь, как это обычно бывает? Это всё федерация. Если ты пробежал, значит, ты уже МСМК. Потому что в сердечке-то всё откладывается, и вот здесь в голове. Это вот эти вот значки и удостоверения, это всё пустое. Самое-то главное, трушное на дорожке проверяется. Вот. Ну, и получается, если мы дальше идём двигаться. Дальше ты начал двигаться в сторону ультрамарафонов, да? Каких-то определённых. Ты выигрывал, да, что-то ещё? Какие-то ультру сотку, да, что-то ещё? Что я выигрывал? Мэтфокс ультра. Это самый, наверное, жёсткий, суровый трейл по зиме именно. Там в прошлом году вообще, в декабре, то есть, это проходило, по-моему, 17 декабря, в Переславле-Залесском. Короче, там не было. Да, доставайте варежки, девочки. Там не замёрзло ничего ровным счётом. Болото, ну, через чём убежали. Там бывало просто, ты проваливаешься, там, чуть ли не по пояс в воду и бежишь дальше. Серьёзно? То есть, на столько? А много участников вообще нет, выходило на старт? На 100 мильник это 169, по-моему, километров. Ну, да, получается, 1609, да-да-да. Получается, много народ, да? Ну, там человек 200 вышло. Ну, и ты всех тоже размотал их. Ну, там, да, получилось так. Просто, знаешь, само собой что-то да. Я бегу, а все разматываются, да? Ну, да. Ну, нет, это клёво. Так, смотри, дальше вот что интересно. Ты же готовился к каким-то определённым стартам. Например, к груту ты готовился, да? Ну, не сказать, чтобы сильно готовился. Но идея была попробовать, типа, стартануть на груте и показать тоже, поиграть мышцами. Слушай, я первый раз вышел на грудь, получается, после чемпионата России, как раз после суток. Ну, особо не восстановился сильно, ну, полностью не восстановился. Ну, зная тебя психа, то есть, ты всё равно давал там жару. Ну, в середине дистанции мне не фортануло, я воткнулся в пенёк и пришлось группу лидеров оставлять и сходить с дистанции. Ну, потому что реально больно было ногу, задний поверхность. Ну, да, смысл какой, если ты не первый, ну... Это, как сказал этот Хабиб, если ты первый, значит, ты впереди, да? А если ты не впереди, то нахрен ему вообще всё нужно. Вот, а получается, смотри, почему вот он так называется именно грудь? Это же брендированное какое-то, насколько оно там помнено, Golden... Ring Ultra Trail, да, Золотое кольцо России, да-да-да, короче, которое бежится непосредственно по Золотому кольцу. Ну, да, в Ярославле это бежится... Ну, это исключительно коммерция, да, получается? Да, это коммерция. Денежку даются побегать. Да, он международный старт такой... И приезжали люди типа из-за границы бежать его? Ну, в этом году нет. Ну, это понятное дело. Удивительно, почему? Ну, там несколько человек, ну, кто, как говорится, захотел, тот приехал. Ну, понятно. То есть, именно вот такие андеграундные виды лёгкой атлетики, которые вообще где-то там на задворках и которые по факту не поддерживаются... Сколько раз мы видели эти моменты, все эти посты, когда воюют, что и федерация, и, возможно, там на местах региональные федерации не особо поддерживают, а ультрамарафоны, суточные бега... Ну, я бы сказал, вообще никак не поддерживают. Поэтому все, вы сражаетесь самостоятельно. Вы самурай, у которых есть свой путь. Да, мы даже, ну, вот, прошёл недавно, вот, позавчера-вчера, вчера или позавчера прошёл, позавчера, да, Кубок России на 100 километров. Ну, как. Да. И кто слышал, кто где слышал, да? Да, и у нас получается, ну, как говорится, миру по нитке, сами собираем на призы, то есть, федерация лёгкой атлетики, они, ну, как знаешь, так нехотя, во-первых, разрешают нам проводить их. Ну, просто потому, что что они могут вам, во-первых, сказать, потому что вы вид лёгкой атлетики? Официальные, да, нет, они официально в календаре, нужно всё, то есть, пожалуйста, проводите, но мы вам никак не будем помогать. Да, это вот как, есть любимый ребёночек, опять же, мемы там, помнишь, такой мем есть, когда женщина одна, одного ребёнка из воды достаёт, а другой захлёбывается вот так, и вот в этом меме получается, что вы, непосредственно вот эта вся ультрамарафонская тусовка, вы вот захлёбываетесь в этом меме, да? Ну, возможно, нет, ну, как бы, это же не стоит сейчас на месте, то есть, ультрамарафон развивается везде, то есть, не только в России, он за рубежом очень популярен. Во всём мире и также за рубежом. Да, он очень популярный, также трейлы, скайранинг, это всё развивается, ну, рано или поздно, я думаю, это олимпийскими видами спорта станет, ну. Помнишь, самостоятельно, да, думаю, что это может быть, например, скайранинг самостоятельно от лёгкой атлетики, да? Ну, он скайранинг, он кальпинизм. Не относится к лёгкой атлетике? А, ну, я понял, больше кальпинизм даже, я думаю, почему-то к спортивному туризму относятся, нет? Нет, слушай, нет. Ну, понятно, кальпинизм. Наверх, да? Да, то есть, там до определённой высоты, то есть набора высоты. Типа вот этот вот, типа, горный бег, он же бывает иногда только вверх, иногда вверх-вниз бывает, да? Да, там по-разному. Я, если честно, я... Планируешь, нет, там всех разнести? Нет, 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 я один раз попробовал. Нет, 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 Маш, даже не прости. Да, в прошлом году я попробовал там в Геленджике сбегать по ультру, там 69, по-моему, километров было. Ну, для тебя это спринт? Ну, знаешь, как бы лёгким не показалось. В гору я могу бежать, не без разницы, а вот спуски, это жесть полная была. Не особо твоя тема, да? Слушай, да, я там отбил так достаточно серьёзно почки себе. О, господи, ну, это, ну, конечно, ты себя не жалеешь вообще, ты сумасшедший человек. Слушай, ну, да, поначалу ты не замечаешь, а потом уже тык-тык, когда вот это вот всё набилось на это. Достаточно такая, типа, знаковая история. И получается, что вот эти вот все штуки, они именно проводятся. Раньше же, помнишь, по-моему, несколько десятилетий назад даже таких терминов не было. Типа вот считали всё кросс и кросс. То, что бежалось не по стадиону, считалось, и не по шоссе, считалось кроссовая дистанция. Сейчас, типа, например, там какие-нибудь трейлы, ультра-трейлы, какие-то вот это подразделения, вот всякие различные моменты. Да, ну, видишь, трейлы, ультра-трейлы, ну, вот это вот, это дисциплина, видишь, подразумевает бег по пересечённой местности. Смотри. Да, 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 то есть у тебя только разметка и всё. И, ну, как сказать, трейл. Считай, бежишь, как в этом, как по джунглям можешь нестись, да? Да, там тебе никто ничего не протаптывает, как на кроссе тебе там раз-раз там кружок обрисовали. Ну, там, конечно, с наборчиками. Ну, понятное дело, что кросс – это всё-таки, типа, всё-таки вид лёгкой атлетики. Ну, да. Да, такое. А здесь такое, больше уже такая экстремальная туристическая штука прикольная, да? Ну, да. Ну, вот. А по факту же, смотри, получается, ну, мы можем назвать это и кроссом, типа, в плане тренировки, когда ты будешь, говоришь, ну, я кроссик побежал, то есть подразумевая то, что ты где-то вломишься в какую-то пересечёнку и будешь бегать там, а не по ровной дистанции. И я-то тебя пойму, что ты скажешь, вот, но некоторые люди, которые вот сейчас пришли, ну, знаешь, опять же, те самые люди, которые такие, вот, вот, вот это пятилетие, когда модно стало бегать длинные бега, они прям целенаправленно. Мы бегаем трейл. Это, типа, не олдскульщики, которые, типа, не занимались, там, 10-15 лет лёгкой атлетикой. Вот, если я буду говорить, ну, вот кроссик пробегу, эти люди могут меня, наверное, не понять даже, да, получается? Вопрос терминологии, да? Да, ну, кому-то трейл нравится, кому-то шоссе, кому-то дорожка. Кто-то к чему больше готовится. Да, то есть здесь выбор каждого, и кого-то там судить, что он там чисто трейлы бегает, или чисто там дорожку топчет. Ну, как можно осуждать человека то, что ему нравится? Ну, да, ну, или то, к чему он больше предрасположен, да? Да, если ты кайф получаешь от этого, это уже... Ну, то есть, в первую очередь для тебя бег – это кайф сейчас, нет каких-то сверхзадач, нет каких-то определённых, там, ну, как, например, там, я это называю, ступенька, например, там, выиграть очередной, там, старт, к которому ты готовишься, типа, такой, мой звёздный час, просто в первую очередь кайф. Нет, я к стартам серьёзно подхожу, особенно вот, то есть, если мы назначаем какой-то старт определённый, то есть... Подводитесь к нему достаточно жёстко и серьёзно. Ну, вот, например, побывали и встретились с тобой в Кисловодске, ты там готовился, не было такого момента, что вы там просто тачку катали, вот, и посмотрите выпуск из Кисловодска, мы там с Вася делали тренировку, я умер после четырёх километров. Да, километра, вот, а он меня подначивал, чтобы я ещё на ультру заряжался. Так было, но... И как вообще отличается подготовка в Кислом, легкоатлетическая? Слушай, ну да, там, силового бега больше, то есть, там, по горкам бегаешь постоянно. Ну, тебе нравится больше в Кислом, да? Ну, когда особо выбора нету, ну, то есть, там, в Кению съездить или ещё куда-то, ну... Были бы бабки? Можно было бы, возможно, Вытон, опять же, тот, да, где Стёпа Киселёв был касательно, вот. Вот, и в итоге, короче, смотри, ну, поддержка же есть какая-то определённая, мы сейчас подходим. Да, меня спонсирует СДС. Где ты и работаешь непосредственно. Да, я непосредственно на Шехтижной работаю, которая, ну, относится к СДСу, к холдинг-компании. Меня президент компании очень хорошо, ну, то есть, поддерживает всячески. Знает лично. Да. То есть, на Шахте все понимают. То есть, и вот эти тоже, там, все же моменты, что изначально сборы также, например, поддержка и спонсорская помощь шефская от организации. Ну, да, да. У нас, видишь, у нас президент компании очень любит спорт, то есть, он всячески помогает. Не только, там, лёгкой атлетики, волейболу, там, и бокс, и хоккей, и чё только-то. И как оказалось, вот, изощрённые андеграундные, которые находятся в тёмных уголках, спрятанные бега, которые мы называем. Ну, это, может, даже тараканьями бегами нельзя назвать. Это просто уже какие-то, не знаю, тоже на метафизическом уровне происходит. Потому что, реально, я по-доброму и в прикол называю тебя, реально, просто сумасшедшим психом, который делает невероятные вещи для меня. Я до сих пор не могу взять в толк, как ты всё это, чёрт возьми, делаешь. Ну, и к разговору о том дальше, например, одно из последних, то, что ты вытворил буквально этим летом, который всколыхнул общественности в медиаплане. И с брелками история, и с этими, да, и с какими-то роликами. Возможно, это был некий элемент хайпа. Дорогие друзья, есть такой вид, ещё один, баловства назовём, да, как бэкьярд. Бэкьярд, да. Ты до этого знал, нет? Что за бэкьярд такой? В чём прикол бэкьярда? Слушай, ну, до этого года я не знал, что это. Мы не знали друг друга для этого лета, да? С чем его едят, как говорится. У меня знакомый, Женя Однороков, ну, как-то бегал, ну, объяснил суть вообще этого забега. По факту, если кто-то не знает, да, повторим ещё. Это дистанция, у которой, по факту, очень плавающий финиш. Старт даётся в какой-то определённый момент времени, и участники... В начале каждого часа. Да, в начале, то есть с каждым часом люди уходят на дистанцию в 6,7 километров. 6 километров, 706 метров. 706 метров даже. Неважно, как ты пробежишь эту дистанцию, быстро, медленно. Но к началу следующего часа ты должен выйти на второй круг. На второй, третий, четвёртый и так далее. И так, пока все не отвалятся. Пока ты не останешься один. Это гонка на выживание и на выбывание, получается. Ну, да, получается, победитель тот, кто последний. Остался, да, остался. В конце останется только один, как горец. Ты помнишь вот эти вот старые всё? Ну, только с тем учётом, что ты бошки им не отрубаешь на дистанции. А так, они сами себе бошки откручивают. И фишка в том, что реально здесь же вот сугубо тактика, наверное, выходит на первый план. Ты можешь бежать хоть по 7 минут километр, да? Это чисто, да. Вот, у тебя есть сейчас времени на преодоление дистанции. Делай, чё хочешь, да? Делай, чё хочешь. Хочешь, там, например, 5 минут до конца. Вот ты пробежал за 55 минут, водички попил, 5 минут стряхнулся, вышел дальше. То есть, вот так этот момент работает. Ну, и по факту, ты можешь делать как угодно. То есть, там, знаешь, чуть ли не, например, жить своей бытовой жизнью. Есть, пить, делать массаж, если есть такая возможность. Всё, что угодно. Вот, у тебя, я говорю, час времени. То есть, суровость, короче, заключается в том, что ты, когда ты сошёл, у тебя не будет результата, у тебя будет, типа, не финишировал. То есть, по факту, у всех будет не финишировал, да, ДНФ, а у победителя будет только один-единственный результат. Вот это вот самая несправедливая и жесточайшая гонка, какая только может быть. Но она же была придумана тоже каким-то психом-энтузиазмом, энтузиастом из Америки, насколько я помню, да? И в этом году установил рекорд России. Сколько кругов? 46. 46 кругов. То есть, получается, 46 часов ты преодолевал. Да. Круто. То есть, считай, ты чуть не закрыл двое суток, да? Ну, да. Ночью бежал? Бежал и ночью. Конечно, ты постоянно бежишь. Да, то есть, каждый час. Реально. И что, как? Да нормально, слушаю. Просто ощущение. Просто вот для меня, реально, ну сколько бы, вот в таком темпе, я бы просто психанул, наверное, я часов 8 бы, может быть. И то думал, да всё, идём в буфет, идём в бар уже, там вон пиво киснет, стынет. Вот. А как, как вообще, какие мысли, там, чё, не знаю, там, чё в голове? Цитаты, как рождались с улитками в процессе? Да, ты знаешь, это же, наверное, от усталости, там, некоторые, ну, просто... От улыбки ставим всем светлее, и словно даже маленькой улитки, да? Да, и даже маленькой улитки. То есть, ты, получается, себя как-то, знаешь, там, больше, как-то получается, пытаться, там, подначивать, как-то, знаешь, там, развлекать самого себя, да, на дистанциях? Ну, да, как бы, всегда должен быть маленький юморок везде. Ну, ты согласен. Именно оттуда и родился мерч с улитками, да? Да. Как говорится, а его лошади съели. Это откуда вообще, откуда это возникло? Прямо вот в какой момент в жизни ты так шутканул? Слушай, я уже не помню, если честно. Потому что настолько всё смешалось, кони, люди, да? Да, да. Что-то меня кто-то что-то спросил, я говорю, да его лошади съели. На дистанции, да? Ну, понятно. Ну, то есть, по факту. Вот. И я так понимаю, что на Бэкьярде, там же как получается, нет подразделений на возраст, на пол, все бегут вместе. Плевать, мальчик, девочка, молдаванин, казах, богатый директор, неважно кто. Ты можешь по ушам дать генеральному директору Газпрома, если он побежит с тобой. Вряд ли он побежит. Да. Ему неинтересно. Это неинтересно. Интересно только вот таким товарищам. Вот, ну и получается, что люди подготовленные приезжают, чуть ли не кемп разбивают, потому что я видел, у вас там чуть ли не дом на колёсах был, где вы там отдыхали. Да, есть дом на колёсах был. Ну и команда опять же, ты можешь приехать один, если ты уверен в своих силах, но ты можешь приехать с командой, которая есть у тебя, приготовить там еду какую-нибудь там, высушить кроссовки. Мы вот втроём бежали, то есть у нас была команда такая серьезная. Да. С Максом, с Поляковым я познакомился. Тот самый, который, а Айма Барса? Да, я с ним познакомился вот именно непосредственно уже там. Так как это работает? То есть вот вы настолько ультравичные и отбитые люди, что вы можете знакомиться прям по дистанции, да? Нет, у меня знакомый из Питера, Макс Курмыш, вот. Это тот самый, который монтировал ролик? Нет, это тот самый, который бежал с Питера во Владивосток. А, вот этот, всё понятно, думал, откуда я знаю его фамилию-то, ты же рассказывал, да-да-да. Очередной псих, который решил поставить рекорд. Нет, он просто решил пробежаться немножко. Голову проветрить, да? Да. Ну, понятно. Как ты любишь говорить, что дома-то сидеть? Ну, что киснуть? Слушай, ну какой-то элемент кайфа в этом присутствует. И есть, смотри, вот такой момент, когда типа хочется бросить всё. На этом бэкярде было, да ну на горе, ну всё с ним пламенем. Или ты целенаправленно хотел добить их ещё психологически? Да нет, я просто не люблю проигрывать. Вот в этом, наверное, и есть как бы один из главных рецептов твоей победы, да? Возможно, да. Когда типа в долгую ты можешь, как ты говоришь, мне скучно бежать быстро. Скучно сотку, восемьсот, да? Вот. А вот когда ты в долгую, ты прям продавить и прочувствовать можешь. Слушай, нет, мне почему? Ну вот, мне нравится скорость так же. Я вот, ну вот сегодня марафон, тренировка бежали по три сорок. Но при всём при этом ты выиграл. Ну да. Просто в формате тренировки, вот насколько действительно сумасшедший человек, насколько сильнейший этот невероятный тип, который в рамках тренировки по три сорок может взять и выиграть. Там просто, видишь, повезло, ветер был жёсткий. Ну конечно, конечно. Тебе же одному никому не дуло же, да? Ну, видать, ребята просто... Хоть скромничать, а? Ну смотри, нет, есть такой момент, что ты как человек, ну вот который целенаправленно выходишь на дистанцию, видно, что загораешься. Даже какую бы ты ни бежал, возьмём, например, часовой бег, который вот был в августе месяце у нас. Всё равно вы бежали целенаправленно, ты сделал, сражался, да, проиграл какой-то определённый момент, но ты тоже, ты делал опять определённую работу там, да? Да, у меня была тренировка, то есть мне тренер сказал, бежим, тренировка, темпового часа просто. И сделали. В среднем, да, по три сорок бежим, ну и всё. Ну или мы возьмём вот половинку, которая была в Кемерово, вот эта вот самая, как они её называют, самая хайповая и самый главный старт года, но на самом деле это не так, забег.рф это больше для, скажем так, семейной анимации в плане бега, вот. Но ты там тоже стартовал, сделал какую-то определённую свою работу по раскладке и также выиграл абсолютно без проблем. Ну да, но там жара была жёсткая. Согласен, ну это тема для отдельных разговоров, понятно, что... И в таких нечеловеческих условиях, ну тебе тоже нужно учиться бежать, потому что неизвестно, где тебя застанет в каких-то, например, там... Ну да, я вот перед Грутом тренировался больше, то есть днём, чтобы жару уславливать. То есть есть какие-то моменты. А где больше всего нравится бегать? Ну я имею в виду поздно вечером, рано утром или вот в самом... Слушай, мне иногда по ночам просто нравится бегать. Даже ночью? Да. Просто. Слушай, а есть прям целенаправленные подготовки? Кстати, рекорд Семен Мира на бэкьярде, швед, у него же, по-моему, 68 кругов, мировой рекорд. Нет, 90. 90? Это не у шведа, по-моему. Я точно не могу... Потому что я помню изначально, может быть, просто данные устарели, что я помню, раньше у шведа стоял рекорд 68. Сейчас это... В этом году пробежали, кстати, 90 кругов. В Германии? Потому что я помню, был, короче, в этом... В Германии мастерс проходит. Мне, кстати, туда можно будет съездить. Ну ты это, если честно. Там 45 кругов. Я тебя командирую. Я тебя благословляю. Там 45 кругов надо, чтобы квалифицироваться туда. Ну ты квалифицировался? Ну да. Это прикинь? То есть ты рекорд России установил? То есть ты один можешь? Никто кроме тебя не может. Потому что все. Почему? Девочка вот эта, Ирина Масанова может. Да? Так а у нее ДНФ, извините меня, нет у нее результата? Да, я в плане того, что там, видишь, когда 45 кругов порубегаю, тебе разрешают туда, на мастерс. Все понятно. То есть по факту это считай, ну они уровень отбора, что ты готов к этому, ты уже это делал. Ну да, там ребята по 60, по 70 кругов бегут. Ну если тянуться, например, за ними, готов был бы еще засандалить, например, там туда к 60? Нет, ну я бы трое суток легко отстоял бы, наверное. А после, ну не знаю. Там уже все. Там уже загадывать вещь. Ну там сумасшедствие, возможно, да, начинается какое-то. Да нет, в принципе, видишь, я как-то... Я выбрал свою тактику. И придерживался ее. Видишь, тоже у меня перецот, ну вот сейчас будет чемпионат России по 100 километрам через... Уже меньше месяца. Ты посмотрел через 4 часа? Нет, уже меньше месяца. Ну то есть... Ты готовишься? Да, я сейчас готовлюсь. То есть все это было в рамках подготовки даже? Нет, это вообще, знаешь, как-то забег случайный. После Грута... Чего дома-то сидеть, да? Да, нет, после Грута, получается, ну меня вообще пригласил организатор. И после Грута, я думаю, пока в Москве, что, неделя. И на этот забег. Почему бы не съездить, не попробовать? Свои силы. Чего дома-то сидеть? Чего дома-то сидеть? Слушай, ну прикольно. Получается, смотри, если тебя приглашают уже организаторы, ты достаточно такое суперзвезда, можно сказать, в рамках хотя бы даже России. И уэлд-карты какие-то получаешь, тебя приглашают. Ну просто потому, что ты много выигрываешь и, считай, практически хайпанул, стартанул. Есть же такая тема? Ну слушай, я не считаю себя каким-то там супербегуном. Суперзвездой? Да, просто, ну блин. Но все равно, повышенный интерес к твоей персоне есть, да? Ну да, да, на некоторые забеги вот как... Тебя тут, например, некоторые люди знают, даже условно говоря, подписаны. Кто-то, возможно, там с тобой делает совместные тренировки. Возьмем, например, еще одного энтузиаста, сумасшедшего психа, Ваньку. Ваньку Мотора, да? Ну, есть такой, да. Так что, ну, если давай отметим, например, самые главные достижения этого энтузиаста и любителя Вани Моторина, какое? Слушай, он марафон хорошо бежал раньше. Было дело, да? То ли 2.17, то ли 2.18. Это достаточно хорошо. Но вот теперь он ушел в какие-то более такие длинные... Да, то есть он мастер спорта по марафону именно. И рекордсмен России в самом сомнительном виде, который только можно представить. На беговой дорожке. Марафон на беговой дорожке, да? Слушай, ну, там его потом перебили. Слушай, он несколько раз этот выигрывал. Как же забег называется, где тачка за тобой едет? Так, а что это? Я слушаю, я даже не знаю. Ну, надо загуглить, посмотреть, что это такое. Ну, и тоже есть такая тема. Да, он не только в России, он за границей выиграл. Ну, это нормально. То есть, там прикол в том, что когда ты выигрываешь забег этот, тебе страна, где был забег, организатор, она тебе на двоих поездку в любую страну, где будет проводиться на следующий год, где проводиться будет. То есть, они тебя пытаются привязать, например, к этой теме. Давайте, мы тебя командируем, готовься к нам, едь. Прикольно. Слушай, это хорошая тактика, ее надо придерживаться, как оказалось. Ну, и получается, что у вас комьюнити. Вы с Ваней частенько делаете тренировки совместные, типа, как топчиковые люди по фамилии, известные по фамилиям. Опять же, например, вот девочка с вами, Саша, которая выиграла свитечный. Да, да. Она тоже с вами тусуется, да, получается? Ну, когда на сборах, то есть, если все вместе, где-то там Саша попросил помочь ей, там какие-то... Ну, одному же все равно как-то скучно, грустно. Согласен, согласен. Какие-то работы делать, да. Типа, такие-то тем более, да? Да, то есть, там, например, там... Двадцать по тысяче отбегать. Господи, сумма сойти. Тридцать. По-разному, короче. Всякие разные работы. То есть, делаешь. Ну, чтобы одному скучно не было. Раз, там, вдвоем, втроем. Наверное, да. Здесь все-таки компания нужна, чтобы все-таки не посходить с ума. Потому что я вот на себя прикинул. И даже, условно говоря, если мы возвращаемся к бэк-ярду, когда тот самый... Я читал пост в группе «Сборбек» у Макса Карамашева. У него там достаточно такой был этот пространный пост, где человек вот этот вот выиграл бэк-ярд. И говорит, что он уже под конец несколько часов, думает, что я на грани какого-то определенной... То есть, это поехавший кукуш... Кукухи находился. Ну, что мне чудились какие-то дела на дистанции. Это был ночью. Я там словил какой-то параноидальный момент. Какие-то там были эти моменты, типа, страха даже на дистанции. И вот он говорит, надо заканчивать было. Потому что, как он сказал, если я выйду на следующий круг, я реально могу не вернуться. Я могу просто реально в дурку уехать от этого. То есть, и возможно, там какие-то, когда ты перешагиваешь за какую-то планку, часов за 70, там уже действительно может быть какая-то кукуха. Возможно, да. И вдвоем, может, надо бежать, что-то общаться. Вдвоем с кукухой. Да, общаются. Типа, например, меня не только это дистанция кукуха на плече. Меня тоже, я тебя не вижу, тебя нет. Вот эти, да, такие моменты могут быть. Слушай, а у тебя были за твою непродолжительную еще карьеру какие-то моменты, когда ты загонялся, в забытие впадал куда-то, или бежал там на автопилоте, или пока ты все четко контролировал? Слушай, бывает, знаешь, так, ну, то есть, бежишь, там, о чем-то задумался, в мысли ушел, там, раз, посмотрел, тоже километров 20 лишних. Ну, в смысле, ну, то есть, ты пробежал с того момента, когда ты начал эту мысль поймал, и перешел вот в тот момент. Ну, такое, знаешь, действительно, глядя на твои глаза, ты такой, знаешь, такой, как будто переживаешь заново, туда, мне кажется, прогружаешься, да? Не, ну, я просто вспоминаю такие моменты. Какие были, да? Бывало, да, тренировку, там, сотку бежишь. Да ты с ума сошел, сотку бежишь. Сто метров ты имеешь в виду? Нет, сто километров. То есть, я выбегал там... А я сто метров? Нет, неинтересно. Знаешь, даже не проси. Там часов в одиннадцать вечера выбегал из дома, когда на Радуге живы, и это... И очутился в Белово где-то, да? Нет, через Березовский, вот, в Анжерской трассе, через разведчик, через весь Березовский выбегал, и обратно домой прибегал, часов так, в шесть утра. Красавец. Ну вот. И, а многие люди, которые будут смотреть, а для чего это? А для того, чтобы, например, ну, я даже не знаю. Просто так надо, да? Ну, да, как бы. Пути, Господи, неисповедимы. У самурая нет цели. У самурая есть маршрут, который он должен пробежать из точки А в точку Б. Главное, скачать трек, да? Это правда, это правда. Прикинь, как я думаю, как страва с ума сходит, например, от вас ультра. Если бы с травмой была человек, она думала, что творят эти ультрамарафонцы? Это же вообще что-то невероятное, да? Да, бывают. Там треки видишь такие, что... Слушай, ну, да, я себе могу только смутно все эти дела представлять. Помнишь, ты мне еще рассказывал, в Греции какая-то у тебя была интересная затея? Да нет, у меня, если честно, много есть таких интересных забегов, которые я хочу пробежать. Покорить, да? Да, вот. Ну, есть вот Спартатлон. Это, блин, мне кажется, как олимпийские игры у ультрамарафонцев. Такая самая культовая вещица, да? С Афинс Спарту бежится. Да. Чтобы в конце сказать... 246, по-моему, километров. 246, конечно, чтобы сказать в конце. Это Спарта сделать, да? Типа того. Есть Десаблес. Это... Франция? Нет, Марокко. Марокко. Пустыня. Просто, блин, такое. А, этот десерт-марафон, вот этот, вот этот, как его, именно, пустынный, настолько сухой пустынный, да? Да, он, короче, там, 7 дней, по-моему, бежит. У него же какие-то ужасы рассказывают, что некоторые люди могут там, типа, до визвоживания падают все, да? Типа бывают. Или там заблуждаются. Слушай, возможно, ты с Бэдвотером? Возможно, возможно. Видишь, это в Соединенных Штатах. Потому что, я смотри, я же, хоть и готовлюсь, но не все знать невозможно, и что-то, например, наслаивается. Вот если мне что-нибудь про стадионную легкую атлетику спросишь, я тебе все расскажу. Ну, вот, видишь, каждый хорош в своем. Давай перейдем к моей, прямо вообще, финальной, самой главной теме, которой я очень сильно всегда люблю спрашивать. Есть ли у тебя какой-нибудь, как я это называю, magic time, момент волшебства, который ты считаешь? Такое просто так не могло сложиться. То есть, это и волшебство, что сложилось в определенный момент времени, в определенное место, в определенных условиях, ты думаешь, да черт возьми, это, блядь, волшебство. Как это обычно бывает? Я привожу много примеров каких-нибудь, когда невероятная победа. Вот, Денис Нижегородов на Олимпийских играх шел в лидерах, его очень сильно хлопнул тепловой удар, его обогнал поляк Роберт Корженевский, ну, тоже достаточно титулованный. И несколько километров последних на преодолении Денис Нижегородов шел в состоянии вообще какой-то комы, типа, под этим, под тепловым ударом. И он дошел, реально, после финиша обрушился, там прям было реально, что он голову так вот повесил, и прям, знаешь, в таком состоянии, типа, чуть ли не до трясучки шел. Это можно считать моментом спортивного героизма и волшебства, потому что, возможно, ему там наколдовал волшебник какие-то определенные силы. Есть ли у тебя такие примеры, когда ты считаешь... Нет, это уже, мне кажется, на характере дошел. Ну, типа, да, но это по факту, это же объяснение разное бывает. Я это считаю, что все равно... Слушай, если бы у него не было характера, да, ну... Ну, я это считаю, типа, не... Он бы просто сошел. Ну, вот, да, да. Ну, наверное, в этом и есть его характер, типа, это и есть, типа, магический момент, вот. У тебя есть, короче, какие-то такие моменты, которые тебе когда-то в памяти при... Не обязательно это может быть ультра или легкая атлетика, может быть, это какой-то игровой вид. Может быть, для тебя, как для бывшего волейболиста, главный момент волшебства, когда в Лондоне выгрызли у бразильцев наш сборный о золотые медали. Это же камбэк был? Да, это был вообще прям... Я смотрел это в прямом эфире. Ну, если честно, вообще не верилось. Да? Да, ну, там всего лишь просто... Срастилось, да? Классная рокировка и все. То есть, получается, они вернулись, они, типа, третью, четвертую и пятую партию выиграли. Да. Да? Ну, и получается... То есть, бразильцы еще выпустили игрока, который, ну, уже, можно сказать, на пенсию пора был. Типа, чтобы его, типа, как бы сказать, уважить, да, получается? Ну, нет. Ну, мне кажется, это ошибка тренера была выпускать. Ну, возможно. Да. Ну, а наши классно... Подхватили в этот... Нет, они перестановку просто классную сделали. Переломили, получается, да? Да, они классную перестановочку сделали и все. Наши пошли в гору. А эти какие-то замены неадекватные начали делать. Ну, и все. Ну, именно вот ощущение такое было, типа, что такое воодушевление. Вау, кайф. Наши там берут. Вот такие были эмоции, да? И это же можно именно считать моментом волшебства, когда все сложилось. И бразильцы накосорезили, а наши, наоборот, грамотно перестроились, начали продавливать. И камбэк случился. И кто там? Там же, по-моему, Тетюхин на себя взял. Типа, он очень много, типа, там, затащил и выиграл. Нет, а Мусырский, наверное. Да, Мусырский больше тащил. Потому что я помню, ну, там просто... Его в диагональ просто поставили и все. И он давай долбить, да? Ну, там поверх кассы все. Вот, ну, а я просто почему, типа, думал, что... А, ну, Тетюхин же капитан команды в тот момент был. Нет, Тетюхин это легенда просто. Да, да, вот, скажем так. Вот, ну и... Часто на опыте все. Получается, что все-таки вот вытащил из тебя такой вот момент, что у тебя момент волшебства имеет место быть, да? Да нет, слушай, я просто... Или ты тоже такой прагматичный тип, не веришь, типа, в Magic Time. Тут самое главное находить объяснение. Нет. Блин, если ты хочешь чего-то добиться, надо много пахать. Согласен. Если ты будешь просто тупо лежать на диване, там, ну, вообще ничего не делать, ничего не будет. Слушай, ну, вот момент, как я думаю, как это может сработать еще изначально? Момент спортивного волшебства, он может быть разный. Ты, допустим, бежишь сам дистанцию, и вдруг ты что-то невероятное увидел. Допустим, например, когда никогда такого явления не было, ты бежишь, например, какой-нибудь, ну, условно говоря, давай пример приведем, какой-нибудь там бежишь в Скандинавии старт, опять же, суточный или еще что-нибудь, тот самый бэкьярд, прости господи, и какое-нибудь супер северное сияние какое-то, и ты первый раз под северным сиянием бежишь. Чудо природы, волшебство, имеют место быть такие истории? Да, я, если честно, иногда за беги бегу, я даже не... Ничего не видишь? Да. А потом фотку делают, и ты типа в такой, типа, например, там картине, да? Нет, там потом рассказ, блин, там вот такие горы, такие эти, думаю, где там ничего было, то есть даже, ну, не обращаешь внимания. А есть, типа, места силы, в которых ты бежал, от которых ты прям чувствуешь, что ты подпитываешься природно? Например, Adrenaline Russians, еще один проект, в который вы бежали, там было, потому что, ну, Байкал, изначально все говорят, вместо силы, как бы это избито не звучало. Или ты ничего не почувствовал там? Я почувствовал там жесткий, суровый ветер. И эти озерные коньки, да? Да, я озерные коньки, познакомился с ними очень тесно. Ну, такой, типа, был достаточно интересный опыт, да? Ну, да. Больше такое, это было ультра-реалити-шоу, да, наверное, было больше, нежели спортивное? Слушай, я бы не сказал, что реалити-шоу. Ну, реально то, что пришлось бежать столько, да? Ну, да, ну, да, а реалити-шоу, это же когда реально? Ну, просто, типа, это все съемки делали, ну, просто как, неизвестно, как они там намонтировали. Вот, и получается, что... Не, ну, очень охота посмотреть, что получилось. Надеюсь, когда-нибудь нам покажут. Да, надеюсь, что нам покажут это все. Ну, был прикольный проект, мне очень понравился. То есть, я очень благодарен, что меня позвали на него поучаствовать. Было, конечно, жестко, там, бывало, что мы между первым и вторым этапом вообще поспали там пару часов. Слушай, ну, вот, да, видишь, я по большому счету все равно человек, как романтизированный, я ищу, прям, выискиваю эти моменты, которые где-то были. Возможно, если бы я сильно прям вообще так углубился бы в твою карьеру и вообще, в принципе, в ультра, я бы, наверное, и там какой-то момент волшебства нашел, какой можно было быть. Потому что на командных видах, когда ты смотришь какие-то, да, когда вспышка происходит, что-то невероятное, по невероятной траектории что-то летит. Или там, ты думаешь, ну, не бывает так, ну, не бывает, это, мне кажется, боженька запустил этот мячик. Ну, возможно. Я считаю, что вот, типа, что для меня бывает, и я всегда ищу и таких много. Опять же, болт, например, этот пример будут приводить миллионы раз. Ну, никто не думал, что можно выбежать, например, настолько. 9.58, вот такую дырку нарисовал, это безумно быстро было. Волшебство, волшебство. Потому что, ну, сколько ты не пашил. А спроси, сколько он пахал на тренировку. Ну, да, пахать-то пахал, но другие же тоже пахали. Просто ему удалось. Может, они меньше пахали. Может быть, и меньше пахали. Ну, и опять же, здесь имеет быть дар. Безусловно, есть такое. Опять, снизошло вдохновение, вдруг там что-то как-то. Нет, просто родился с этим. Да, наверное. Где-то есть момент пахоты, но где-то не стоит исключать моменты, типа, все равно в спорте. Мы влюбляемся в спорт, потому что нам что-то в нем нравится. Рутина нам не может нравиться. Нам нравятся яркие вспышки. А это и есть, черт возьми, волшебство. Я убедил тебя? Ну, наверное, да. Рутина-�акай. Рутина-ю.